Цель декрета – стимулирование долгосрочных сбережений, а никак не получение дополнительных налоговых доходов в бюджет. Судите сами, объем условных и срочных депозитов в белорусских рублях по стране составляет порядка 28,5 трлн рублей. Расчеты показывают, что суммы по доходному налогу, исчисляемые с процентов по краткосрочным вкладам, небольшие. Соответственно, они не станут существенным источником дохода для бюджета страны. Поэтому задача нововведения, в первую очередь, показать вкладчикам, что так называемые длинные сбережения – это выгодно. С 1 апреля 2016 года доходы в виде процентов, полученных по банковскому вкладу, а также по денежным средствам, находящимся на текущем банковском счете, подлежат налогообложению по доходным налогам с физических лиц при условии, что соответствующие договоры, заключенные с 1 апреля 2016 года, фактическое размещение денежных средств на счетах осуществляется менее одного года в белорусских рублях и менее двух лет в иностранной валюте. И процентная ставка, по которой получен доход, выше ставки по вкладам до востребования. Кстати, у последнего самый низкий процент из предлагаемых вариантов. В том случае, если деньги лежат под ставку, не превышающую ставку по депозитам до востребования, налог платить не придется. Действия декрета распространяются только на вновь заключаемые и продляемые договоры. Условия по действующим депозитам меняться не будут. Напомним, ставка по доходному налогу установлена в размере 13%. Со стороны вкладчика никаких дополнительных действий не потребуется. Банк сам рассчитает сумму налога и перечислит ее в государственный бюджет. Налоговую декларацию по подоходному налогу с физических лиц вкладчикам сдавать не придется, так как налоговым агентом является банк и именно на нем лежит обязанность по удержанию и перечислению подоходного налога. Те, кто живет на проценты по депозитам и нигде не работает, автоматически попадают в число тунеядцев и вынужден будет уплатить спор на финансирование госрасходов. Распространяется это правило и на тех, кто жил на проценты и в 2015 году. Если гражданин нетрудоустроился в этом году, но будет уплачивать налог с депозита, то его сумма зачтется при уплате сбора за тунеядство в следующем году. В случае, если такой вкладчик в будущем году заплатит налог с процентов суммы более 20 базовых величин, то иждивенцам его считать не будут и повторно налог платить не придется.